Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуски Поп Новостей. Поехали! Явон из Пентагон попал в небольшую автомобильную аварию, поэтому временно прекратит свою деятельность, чтобы сосредоточиться на лечении своей травмы спины. Ранним утром 9 февраля автомобиль, в котором ехал Явон по дороге домой после занятий, попал в небольшую аварию. Сразу после аварии Явон посетил отделение от неотложной помощи и врачи не обнаружили серьезных травм. Он должен был поехать домой отдыхать, но, однако, он решил возобновить свой график и присутствовал на записи Idle Life Homecoming Day днем 9 февраля. Затем по дороге домой Явон почувствовал боль в спине и снова посетил больницу. Он прошел соответствующее лечение и сейчас выздоравливает. Пентагон будут продвигаться как группа из семи человек, пока Явон не выздоровеет. С прошлого года Samsung дразнили следующим сотрудничеством со своими глобальными амбассадорами BTS и фанаты подозревали, что это будет реклама новой версии телефонов Galaxy. Однако на недавнем мероприятии бренда BTS представили не телефон, а глобальную экологическую компанию Samsung. BTS и Samsung Galaxy поделились сильным посланием о защите нашей планеты. Под ремикс Шугина культовую мелодию Galaxy Over the Horizon каждый участник BTS держал плакаты с буквами, которые информировали зрителей об экологическом кризисе. В частности, участники сообщили, насколько вреден пластик для океанов, от которого страдает не только сама планета, но и морские животные. Samsung и Electronic, сочетая инновации и экологичность, разработали новый материал для своих устройств, который дает новую жизнь пластику, выброшенному в океан. И это касается не пресловутых пластиковых бутылок, а рыболовных сетей, которые не сразу приходят на ум, но являются скрытой угрозой. Цель инновации – сведение к минимуму воздействия на окружающую среду и содействие более устойчивому развитию. Сейчас и в будущем Samsung будут использовать переработанный пластик из океана во всей своей линейке продуктов, начиная с новых устройств Galaxy, которые были представлены на Samsung Galaxy Unpacked. В конце рекламного видео BTS собираются вместе, чтобы показать надпись «Давайте сотрудничать ради лучшего будущего». N-Hypen продолжает добиваться новых успехов в Японии. Первый репак-альбом группы Dimension Answer получил золотой сертификат в Японии. Альбом был выпущен 10 января и достиг вехи в продажах более 100 тысяч копий всего за 29 дней. N-Hypen расширили свой рекорд как группу четвертого покоения с самым большим количеством сертифицированных корейских альбомов в Японии. На данный момент три корейских альбома N-Hypen – Border Carnival, Dimension Dilemma и Dimension Answer получили золотой сертификат в Японии. Кроме того, первый японский сингл N-Hypen Border Hanakai – Hakanai, извиняюсь, стал платиновым после продажи 250 тысяч копий. Тем временем N-Hypen выпустит свой первый японский OST Always 22 февраля. 13 февраля лидер группы EXO официально завершил обязательную военную службу. Сухо поступил в военно-тренировочный центр в мае 2020 года и проходил службу в качестве социального работника. Во время своей обязательной службы он работал в детском центре и занимался выполнением различных задач, таких как ход за детьми, управление и многое другое. По словам служащих и руководящего персонала центра, Сухо отличался от других и всегда делал все возможное. Отчеты о работе Сухо всегда были полны похвал, и он также получил награду за то, что является образцовым работником социальной службы. Также было сказано, что Сухо редко брал больничный, потому что чувствует себя неловко, подолгу находясь вне центра, так как дети его любят. Кроме того, во время роста заболеваемости ковида в прошлом году Сухо активно участвовал в оказании помощи центрам вакцинации. Бывшая участница Кара Джи Йон стала свободным агентом, так как решила не продлевать контракт с Кейст Интертеймент. Также Джи Йон объявила о предстоящей свадьбе с профессиональным бейсболистом Хуан Джи Гюном. Ли Сан Джин, участник NRG, объявила о помолвке. Прошло чуть больше года, с тех пор, как актеры Хён Бин и Су Я Джин подтвердили свои отношения 31 декабря 2020 года. Эти двое поразили зрителей своей экранной химией в дарами «Аварийная посадка любви» и вскоре стали настоящей парой. 10 февраля 2022 года Хён Бин сообщил поклонникам радостную новость. Хён Бин и Су Я Джин объявили о своей предстоящей свадьбе через официальный аккаунт своего агентства. Феликсу и Страйки сдиагностировали межпозвоночную грыжу. 9 февраля JYP опубликовали объявление касательно самочувствия артиста и его дальнейшего участия в запланированном расписании группы. Согласно ему, Феликс недавно посетил больницу из-за боли в пояснице, где ему диагностировали грыжу межпозвоночного диска. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки в период лечения, участие Феликса в некоторых запланированных выступлениях на грядущем фан-митинге с Трайкидз будет ограничено. Чун Ной Ступен стал моделью бренда Subway в Корее. Теперь о ковиде. У Дэна, лидера Киндом, подтвердился положительный тест. Также подтвердились у Ким Джон Гука. Вону и Хо Ши Севентин временно приостановят всю деятельность из-за положительного результата теста Вону. 12 февраля Плэдис Энтертеймент официально объявили, что в Вону диагностирован ковид после появления боли в горле и легкой лихорадки. Поскольку Севентин недавно ушли в небольшой отпуск, единственным участником, который контактировал с Вону, был Хо Ши. Хотя его набор для самотестирования и экспресс-тест показали отрицательные результаты, Хо Ши все еще ждет результат своего ПЦР-теста. Крэвити собираются взять перерыв после того, как 7 членов группы получили положительный результат. Согласно заявлению Старшипа, 12 февраля группа приостанавливает свою деятельность в связи с тем, что Сэ Риму, Элону, Чон Мо, Мин Хи, Хён Джуну, Тэйону и Сон Мину был диагностирован ковид. Также лейбл сообщил, что сначала симптомы появились у Тэйона, а затем остальные мемберы были вынуждены сделать тест. В настоящее время заразившиеся участники пребывают на карантине дома, отдыхая и получая лечение. У Бинды Вон Джун, у которых тест отрицательный, также находится на самоизоляции. Ей Джи из Ичи получила положительный результат вслед за своей одногруппницей Ли. Гану из Тильса Эльгу диагностировали ковид после появления симптомов гриппа. У лидера Син Блю Чон Йон Хвы подтвердился ковид. Также актер Ли Бён Хон получил положительный результат. У Ха Ха и Хосон Тэ подтвердился ковид. Предстоящий концерт 2AM был отменен из-за положительного результата теста Джок Вона. 11 февраля агентство Джок Вона Кьюп Энтертеймент объявило, что певец временно прекратил свою деятельность после того, как ему диагностировали положительный. В итоге 2AM отложили свой первый за 9 лет концерт, который должен был состояться 12 и 13 февраля. У Ким Джун Хо подтвердился ковид. В среду 9 февраля Сон У из Анхайпен почувствовал симптомы простуды и озноба и посетил больницу, где ему было поручено пройти ПЦР-тест. 10 февраля результаты оказались положительными. В настоящее время Сон У уже вакцинировался против ковида и у него нет никаких серьезных проблем со здоровьем, с исключением незначительных симптомов, включая кашель и боль в горле. Сейчас он проходит лечение с медработниками. У всех остальных участников Анхайпен был отрицательный результат на ковид, как во время самопроверки 9 февраля, так и во время ПЦР-теста, проведенных 10 февраля. Остальные участники не испытывают никаких симптомов, но на карантине они будут наблюдать за своим состоянием. Также Табло из Эпик Хайп получил положительный результат. Все участники группы Темпест получили положительные результаты, из-за чего их дебют был отложен. В противовес этому Ван Пилис Дейсикс выздоровел от ковида и официально завершил карантин. ПИО был принят в морскую пехоту и будет официально зачислен в армию 28 марта. Китайские нитизены терроризируют инстаграм актрисы Пак Шенхе за то, что она разместила фото в ханбоке и использовала хэштег KoreanTraditionClothes, корейская традиционная одежда. Хотя ханбок буквально обозначает корейскую одежду, некоторые китайские нитизены возмущены тем, что актриса использовала этот хэштег. В комментариях многие выразили свой гнев. Ок, я больше не хочу видеть дорамы с тобой. Просто воровка из страны воров. Корея должна включить воровство в список всемирного наследия. Ты не заслуживаешь любви и уважения к Китаю, а твое сердце такое же маленькое, как и Корея. Разве это не модифицированная версия китайского ханьфу? С чего вдруг это корейский костюм? Ты раз разочаровала. В последнее время меня все больше поражают такие новости и такое поведение со стороны китайских нитизенов. Субтитры создавал DimaTorzok Стрейкидз также занимают второе место по аналогичному показателю с их переизданным альбомом InLife, который достиг 300 миллионов стримов на Spotify за 200 дней. Sweet Night with BTS в дарами 20-го года от Иван Класс стал первым корейским саундтреком в истории Spotify, который преодолел отметку в 200 миллионов стримов. YG Entertainment объединились с компанией AVEX, одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Японии, для запуска новой женской группы. Вся информация о новом проекте была покрыта тайной, но теперь известна. В группе под названием XG будет 7 участниц Юрин, Чиса, Кокона, Хината, Майя, Юрия и Харви. Хотя подробностей о женской группе пока известно очень мало, XG демонстрирует свои таланты в совместном выступлении под Everybody Matt, OT Genesis, а также с сольными танцами от каждой участницы. YG Entertainment только что расширили свое партнерство с лейблом Republic Records, корейской развлекательной компанией. Они сообщили, что продолжают сотрудничество с американским музыкальным лейблом и расширяют соглашение, включив в него Itchy и Strike Kids. Первоначально две компании объединили свое усилие в 2020 году для продвижения Twice в США. В рамках нового партнерства Republic Records также продолжат поддерживать деятельность и честь Strike Kids, и они станут очередным пополнением списка кип-поп-артистов Republic Records, в которые уже входят TXT, G-IDAL и Tri-B. YG Entertainment недавно объявили о новом релизе Blackpink, но это не тот релиз, о котором многие фанаты надеялись услышать. 2022 Willcoming Collection, выпущенная 2 марта, представляет собой DVD, демонстрирующая индивидуальное очарование каждой из участниц. Однако это не то, что нужно фанатам. Нам нужен камбэк, прошло уже 500 дней, пишет один фанат. Комментарии к объявлению YG наводнены протестующими фанатами, которые вместо видео ждут новой музыки от группы. Вскоре после этого фанаты запустили хэштег WeWonBlackPinkMusic в Твиттере, твердо заявив «Нет музыки – нет денег». Многие фанаты также заметили сходство со старой Willcoming Collection Blackpink. С таким долгим ожиданием нового альбома фанаты задаются вопросом, настолько ли выгодны эти решения для Blackpink, и нужно ли идти на такие меры, как баррикатировать мерч, чтобы получить от девушек новую музыку. Йон Бин из SF9 29 марта присоединится к 27-й дивизии сухопутных войск Южной Кореи. А на этом пока что все. С вами была Мисс Райт. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Аньон!